Пожаляй душа 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 все-таки отношение к тем, кого мы любим. Сегодняшняя программа для меня, счастливая сегодняшняя программа, сплошь населена прекрасными женщинами. Я в ней единственный мужчина, я ее ведущий, это уж моя обязанность здесь все-таки находиться. А так, во всяком случае, для меня вечер сегодня обещает быть прекрасным. Сегодняшняя программа посвящена образу женщины в русской песне, в русском романсе. Я надеюсь, что этой теме будем посвящать много программ, не только сегодняшнюю, тому образу, который от горестного Некрасовского, доля-то русская, доля-то женская, до прекрасного возвышенного пушкинского гимна мимолетному видению и гению чистой красоты, тому, что всегда, во все времена, не только в России, но и в нашем Отечестве, слава Богу, питало всех мужчин-поэтов на то, чтобы создавать прекрасные творения. Творения, часть которых мы услышим сегодня. В гостях у романтики-романса Евгения Кожевникова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Партия «Хотопьяно» Елена Кривенченко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ Не может это статься, Чтоб мило забыл меня. Но сон мой скоро сбылся, И раннею весной Мой милый возвратился С красавицей женой. Мой милый возвратился С красавицей женой. По Муромской дорожке Стояли три засны. Прощался со мной, милый, До будущей весны. Прощался со мной, милый, До будущей весны. Я сегодняшнюю программу все-таки хотел создать таким образом, чтобы это был гимн женщине. Вообще, это тема, ради которой существует творчество, во всяком случае, мужское творчество. И мне мнится, мне так хочется очень надеяться, что это будет своего рода сквозной темой многих программ на романтике романса. Мы опять в разговоре с вами, Федя, возвращаемся к записям. Записям, которые сохраняют для нас голоса давно минувшего времени. Голоса конкретных личностей, которые жили, творили и очень иногда активно участвовали в жизни. Поэтому благодаря их голосам мы, может быть, можем услышать, если не какую-то оценку происходящих событий, то, по крайней мере, услышать душу того времени. Что для меня, например, бесконечно важно. Думаю, и для каждого русского человека было бы очень важно. Какие сегодня, или какую сегодня запись мы будем слушать, и что вы о ней можете сказать? Ну, я сегодня принес пластинки Юрия Спиридоновича Морфесси, который носил такое тоже почетное звание. Представительного Морфесси. Баян русской песни. Он назывался Баян русской песни. И, конечно, действительно, Морфесси был одним из тех певцов, которые очень охотно начали включать в свой репертуар, помимо романцев, еще и городской фольклор. И, пожалуй, что до революции Морфесси совершенно в этом не было равных. Начать хотелось бы действительно со сверхпопулярной песни, которая имеет совершенно непосредственное отношение к теме нашей программы. Это «Ехал на ярмарку ухрь-купец». Там как раз достаточно четко раскрывается тема. По поводу того, что родители настояли на том, чтобы дочка уехала с заезжим кувцом, потом она приносит полный подол серебра. И тут, в общем-то, все понятно насчет женской доли. Гораздо более интересно другое. Песню эту все знают, но не все знают, что на нее, как и на много других популярных песен и романцев, в того времени был написан ответ, где было, так скажем, изложение последующих событий, что вернулся с ярмарки купец, и он горько раскаивается и поет, вернуться к ней бы рад, друзья, но утопилась в ту же ночь. И вот была очень популярная пластинка, ее публиковали как раз вместе ухаря купца и на обратной стороне вернулся с ярмарки купец. Конечно, по своим художественным достоинствам этот ответ не столь высок, скажем, и не стал популярным, но кусочек из него мы сейчас послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Наверное, в этом ответе есть одна очень поразительная, светлая, очень убеждающая в какой-то определенной... Очень русское явление, между прочим. Правде сторона, да, но не мог примириться русский человек с тем, что там так все плохо, ведь стихотворение заканчивается грозным призывом, что детей нарожают и так же будут жить дальше. Нет, утопилась в ту же ночь, не вынесла, и купец раскаялся. Кстати, очень русская правда, очень дорогая. Да. Когда-то пение Надежды Плевицкой вдохновило Рахманинова на совершенно неожиданный для великого композитора поступок. Он создал аранжировку одной из не очень до того знаменитых русских песен, а после того она вошла в репертуар едва ли не каждой уважающей себя певицы. Судьба Надежды Плевицкой стоит того, чтобы о ней поговорить отдельно. А сейчас я очень хочу, чтобы эта песня прозвучала в исполнении гостей нашей программы. Я приглашаю на сцену Оксану Низовскую. У рояля Владимир Бродский АПЛОДИСМЕНТЫ Едет, едет, едет мой ревнивый муж домой, Он видит, видит подарок, драгою, Лилёй, эх, лё, лилёй, эля. Он видит, видит подарок, драгою, Плетеную шелковую батажу. О-о-о-о, а-ли-лёх, элёшеньки, Лилёй, э-ля, плетеную шелковую батажу. Хоча, хоча меня молоду побить, О-о-о-о, а-ли-лёх, эх, лёшеньки, Лилёй, э-ля, хоча, хоча меня молоду побить, Я же не знаю и не ведаю, за что. О-о-о, а-ли-лёй, эх, лёшеньки, Лилёй, э-ля, я же не знаю и не ведаю, За что, за какую, за такую, за беду. О-о-о, а-ли-лёх, эх, лёшеньки, Лилёй, э-ля, только было в моей тут беды, У соседа на беседе я была. Лилё, эх, лёшеньки, лилёй, э-ля, У соседа на беседе я была, Да супротив холостого сидела. А-а-а, лё, эх, лёшеньки, лилёй, э-ля, Супротив холостого сидела, Холостому стакан мёда поднесла. А-а-а, э-и, эх, лёшеньки, лилёй, э-ля, Холостой стакан мёда принимал, К стакану белую ручь прижимал. А-а-а, э-и-о, лилё, эх, лёшеньки, лилёй, э-ля, К стакану белую ручь прижимал, При народе судорушкой называл. А-а-а, э-х, лёшеньки, лилёй, э-ля, Ты, судорушка, лилёшка моя, Нравилась походушка моя. А-а-а, э-х, лилёшеньки, лилёй, э-ля, Милицы, рубеницы вы мои, Сыкатитесь и в белое лицо долой. Едет, едет мой ревнивый муж домой, Хоча, хоча меня молодым побить. Право слова, хочет он меня побить. Я ж не знаю и не ведаю, За что? А-а-а, э-ля, 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 Творчество Надежды Плевицкой, В данном случае вот эта конкретная песня, Вдохновила Рахманинова на поступок, Который не очень часто случался с великими композиторами. Рахманинов обратился к этой песне, Уже будучи эмигрантом. Его композиторская активность Значительно снизилась в сравнении с русским периодом. И вот все его последние вещи, Они так или иначе, Но очень тесно связаны с Россией И с русской темой. Это и Третья симфония, И симфонические танцы, И, конечно, три русские народные песни Для хора и оркестра, Одна из которых как раз Белелитцы, Руменицевы, Маи. Это действительно маленький шедевр. И в варианте для пения с фортепиано, И в варианте для хора с оркестром. И еще что более поразительно, Что как бы начало, Самое начало рождения этого замысла Было зафиксировано в грамзаписи. Потому что Рахманинов записал эту пластинку В студии RCA Виктор в Соединенных Штатах Америки. Находилась она в пригороде Нью-Йорка в Кэмдон, Где действительно произошла встреча Двух великих деятелей русской культуры. С Шаляпином Рахманинов не записывался никогда, А с Плевицкой он записался. К сожалению, эта пластинка никогда не выходила в тираж. Она уже была издана много лет спустя, После смерти обоих музыкантов. Но до сих пор, конечно, Это остается совершенно недосягаемым образцом Такого вот творческого сотрудничества. Синтеза. Да, двух великих людей. Солистка музыкального театра Имени Станиславского и Немировича Данченко Елена Максимова Партия фортепиано Екатерина Ганелина АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не любить я его не могла, Полюбивший же все, что имела, Все ему я тогда отдала. Посмотрите, что стало со мною, Где былая моя плетона, Где румянец, что спорил с зарей, Где волнистых пудрей густота. Где девичий мой снег серебристый, Где беспечная резвость моя Все ему одному безразделя Отдала безрассудная я. Я готова забыть свое горе И простить ему все его зло. Не корите ж меня, не броните, Мне и так тяжело, тяжело. АПЛОДИСМЕНТЫ Радостно, когда можно пригласить на сцену человека, Не только для того, чтобы услышать то, что он делает, Тем более, когда он делает это прекрасно, Но и человека, с которым можно что-то вспомнить О чем-то поговорить. Приглашаю на сцену Ирину Скорик. АПЛОДИСМЕНТЫ Много было разных событий, всегда счастливых. И с Ирой нам удавалось встречаться на сцене, Хотя, может быть, не так часто, как бы хотелось. Но друзьям, с которыми много прожито и много сделано, Мне очень хочется дать возможность сказать В программе хоть несколько слов. И вот тема у нас сегодня очень-очень такая обширная, Общая даже, если можно сказать все-таки. Доля русская и доля женская. Вот совсем то, что приходит в голову. Что можешь сказать об этом? Мне в голову пришли несколько строчек. Это мои собственные строчки. Ой, ты доля, горькая лучинушка, Плачет в поле девичья краса, Словно долю горькую судьбинушку У России матушки взяла. О ком, о ком, ты слезы проливаешь, По ком, о ком, ты слезы льешь таяком, По ком, о ком, душою ты страдаешь, И утираешься кисельным рукам. О ком, о ком, о ком, душою ты страдаешь, И утираешься кисельным рукам. Да так, да так, да так, судьба моя лихая, Да так, да так, да так, судьба моя далека. С немилым постылым кренцу я шарная, И слезы лились у меня по бледному лицу. С немилым постылым кренцу я шарная, И слезы лились у меня по бледному лицу. С немилым постылым кренцу я шарная, И слезы лились у меня по бледному лицу. И слезы лились у меня по бледному лицу. В который раз приходится замечать и говорить о том, Что песни о любви достаточно грустные. Я-то, честно говоря, люблю эту грусть, Люблю по-пушкински. Печаль моя светла, Печаль моя полна тобою, Как писал Пушкин, Любимой тогда им женщине. Он много посвятил стихов Любимым женщинам и разным женщинам, Но все они были одинаково прекрасны, Я думаю, не только стихи, но и женщины. В нашей сегодняшней программе тоже Такое радостное и счастливое изобилие Прекрасных поющих женщин. Но чтобы не было уж вот совсем так грустно, В каждой песне, В каждой, которая звучит сегодня, Все-таки звучит непреодолимая сила надежды На счастливое разрешение Даже самых, казалось бы, Сложных обстоятельств, обстоятельств Сердечных. Они всегда сложные. Я приглашаю на сцену Нашу гостью из Петербурга Артиста театра и кино Алена Бекулова. Партия фортепьяно Владимир Бродский И стрипта Александр Бронвейбер. В дверь стучится зимний ветер, А на сердце зимний хлад Он уехал ненаглядный, Не вернется он назад. Не слыхать мне песен звонких И восторженных речей Он уехал, он уехал, А слезы льются из очей. Говорят, весна вернется, Расцветет природа вновь, Все воскресенье отоживится, Не вернется лишь любовь. И весна мне не на радость, Коль зима в душе моей Он уехал, он уехал, А слезы льются из очей. Он уехал, он уехал, А слезы льются из очей. А слезы льются из очей. А слезы льются из очей. Я ехала домой, Душа была полна, Не ясным для собой, Каким-то новым счастьем. Казалось мне, Что все с таким участием, С такою ласкою глядели на меня. Я ехала домой, Дурогая луна, Смотрела в окна с кожного вагона, Далекий благовест За утреннего звона Пел в воздухе, Как нежная струна. Раскинув розовый валь, Красавица зарет, Лениво просыпалась. И ласточка, Стремясь куда-то вдаль, В прозрачном воздухе купалась. Я ехала домой, Я думала о вас, Древожна мысль моя, И удалась, И рвалась. Тремота сладкая, Моих коснулась глаз. Ах, если б никогда, Я вновь не просыпалась. Я вновь не просыпалась. Я вновь не просыпалась. Я вновь не просыпалась. И кончить сегодняшнюю передачу словами поэта, Как и начали мы ее словами поэта. Оба поэта современники, но, Если один посвятил себя, Может быть более, Гражданскому служению, Другой всю свою жизнь, Все свое творчество посвятил Одной единственной теме. Любви. Любви, в которой он никогда не был счастлив. Но нет, наверное, в русской поэзии Более проникновенных, Более чистых и более счастливых строк, Чем у Афанасия Фета. ПЕСНЯ Сияла ночь, Луна его полонсад, Лежали лучи в наших ног в гостиной, Без огней. Рояль был весь раскрыт, И струны в нем дрожали, Как и сердца у нас За песенью твоей. Ты пела до зари, В слезах изнемогая, Что ты одна любовь, Что нет любви новой. И так хотелось жить, Чтоб звука не роняя, Тебя любить, Обнять И плакать над тобой. И много лет прошло, Утомительных и скучных, Но вот в тиши ночной Твой голос слышу вновь, И веет, как тогда, Во вздохах этих звучных, Что ты одна вся жизнь, Помнишь, что ты одна любовь, Что не добит судьбы Сердца жгучей муки, По жизни нет конца, И цели нет иной, Как только веровать В рдающие звуки Тебя любить, Обнять И плакать И плакать Над тобой. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ